Актуальной проблемой в настоящее время является сдача деклараций в налоговый орган. Люди зачастую не знают, как, где и в какие сроки можно подать документы. А ведь налог на доходы физических лиц – один из самых важных элементов доходов в бюджетной системе государства. От его поступления зависит не только бюджет субъекта Российской Федерации, но и бюджет города, из которого идут средства на строительство социальных объектов и формирование жизнеобеспечения населения в целом. Съемочная группа Курганру побывала в Федеральной налоговой службе, где узнала, как и зачем подают декларации. Итак, заполнить и подать декларацию можно сразу несколькими способами. Декларацию можно сдать тремя способами физическому лицу. Это первый способ – прийти лично в инспекцию, подать ее в окошко. Второй способ – отправить ценным письмом с описью вложения по почте. Либо третий способ, самый удобный, самый на данный момент незатратный – это через личный кабинет налогоплательщика в электронном виде. Там формируется бесплатная электронная подпись, которой бесплатно подписывается декларация и в электронном виде направляется в инспекцию. Все же, самый распространенный способ – прийти в инспекцию и подать декларацию в окошко. Но здесь возникает временная проблема. Люди, приходящие в налоговую службу, попадают в огромную очередь, тратят время и нервы. Пришли мы около часа назад, заняли очередь, взяли талончик и уже менее часа, около часа мы ждем и не можем попасть на прием. Выходит, что подача деклараций через интернет – самый простой и наименее энергозатратный из всех способов. Это самый оптимальный способ для сдачи отчетности, который не несет ни нам особых трудовых затрат при приемке, ни плательщику при составлении отчетности. Но что же будет, если гражданин забыл подать декларацию в срок, не захотел этого сделать или же неверно заполнил важный документ? Само по себе неправильное заполнение декларации не влечет какое-то привлечение к налоговой ответственности, но у налогоплательщика могут попросить представить уточненную декларацию. То есть в данном случае надо будет заново заполнить ту же самую декларацию, исправить то, что было неправильно и декларацию отправить в инспекцию. Штраф есть только за несвоевременное представление декларации. Минимум 1000 рублей, максимум это не более 30% от суммы к уплате. Представить декларации о полученных в прошлом году доходах физическим лицам необходимо до 2 мая 2017 года включительно. Исчисленный в документе налог следует оплатить не позднее 17 июля. Всего с 1 января в городскую налоговую инспекцию поступило 12 330 деклараций по форме 3 НДФЛ. Михаил Котельников, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру.